Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о предпосадочной подготовке чеснока, а также других растений, высаживаемых в осенний период луковицами. Впрочем, этот способ обработки луковиц в полной степени пригоден для всех луковичных растений и тех, которые высаживаются осенью, и тех, которые высаживаются весной. Одним из важнейших элементов подготовки луковиц к посадке, в том числе чеснока, лукосевка, является их предпосадочная обработка. Предпосадочная обработка своей целью имеет в первую очередь избавить вот эти луковички от болезней, которые могли сохраниться там, особенно под чешуей или на поверхности, а также и простимулировать их рост и развитие, дать импульс растению, запрограммировать его на хороший рост и развитие, на хороший урожай. Большим помощником в этом деле, особенно при ведении органического сельского хозяйства, не предполагающего использования препаратов Максим или еще что-то такое, большим помощником являются нам биологические средства защиты растений, а именно бактериальные. В зависимости от того, какую цель вы преследуете, в большей степени простимулировать рост растений или же все-таки протравить их, вы можете выбирать препараты на основе сенной палочки, такие как бактоген, бактофит, гомаир, аллерин и другие. Если же задача стоит в большей степени простимулировать рост и развитие растений, особенно если посадки чеснока, луковичных цветочных растений, лукосевка ведется в поздний период, в этом случае следует выбирать такой препарат как стимул. Конечно, люди находятся в разных регионах, которые нас смотрят. Кому-то надо простимулировать рост лука-севка, а кому-то напротив и не стоит, потому что в отличие от чеснока, который должен очень хорошо укорениться в почве для того, чтобы дать хороший урожай, лук-севок должен подождать того периода, когда наступит благоприятная весна, чтобы начать давать корни. Это касается умеренной зоны выращивания лука-севка, лука из лука-севка при осенней посадке. Если же вы находитесь в более теплом регионе и технология посадки лука-севка допускает его укоренение в осенний период, то, конечно, для него будет стимул предпочтительней. Ну а в умеренной зоне, где есть сильный длительный морозный период, ну как в Беларуси, лучше использовать препараты для предпоседной, предпосадочной подготовки луковиц на основе сенной палочки в отношении лука-севка. Прочие растения требуют очень хорошего укоренения. Между прочим, и препарат стимул на основе псевдомонат вполне совместим с препаратом на основе сенной палочки. Если эти препараты по причине какой-то вам недоступны, даже препараты сенной палочки, ну можно взять препарат Максимун. Он не содержит живого начала, однако же содержит значительное количество антибиотических веществ, которые в полной мере обезопасят чеснок от всех заболеваний. И тюльпаны, и гладиолусы весной, и нарциссы осенью, и мускари, и многие-многие луковичные, все луковичные, обезопасит от развития опасных болезней. К опасным, наиболее опасным относятся и фузариоз, и серая гниль, и многие другие заболевания. Существуют разные способы обработки, но чаще всего это просто замачивание в водном растворе того или иного протравителя, а потом на определенный период, там на сутки, а потом высаживание этих луковичек на уже гряды или в цветник. Я же хочу познакомить вас с методом, который не только эффективно обезопасит ваши луковичные, но и в значительной степени пролонгирует, то есть продлит действие этих препаратов. Вы можете взять и домашний выращенный препарат, без проблем для этих целей, тоже бактериальный, продлит срок его действия до самой весны, и весной вам совершенно не надо будет беспокоиться о том, как же ваши луковички там поживают, и защищены ли они от атак, болезней, которые очень часто находятся в почве. Способ этот чрезвычайно прост и потребует от вас минимум усилий и затрат. Для того, чтобы воспользоваться этим способом, необходимо подготовить луковички к посадке. У чеснока надо разделить головки на зубки, ну а у прочих луковичных, у которых это не требуется, соответственно, просто очистить их, может быть, от механических повреждений каких-то, от такой явно отшелушивающейся чешуи, но полностью чешую, конечно, никогда очищать не надо. Только те чешуйки, которые уже и так сами отваливаются. Затем необходимо приготовить раствор вашего бактериального препарата, тот, который вы выбрали, в соответствии с инструкцией, и приготовить раствор. Вымешать как следует. Все делать по инструкциям на упаковке или по нашим инструкциям на канале Процветок. Далее из этого раствора необходимо приготовить болтушку. В качестве загустителя вы можете взять самую обыкновенную глину или глинистый грунт, который находится у вас на участке или где-то поблизости. Я беру вот такой вот бентонитовый наполнитель, это тоже глина для кошачьих туалетов. Он вполне подходит мне для этой цели. Засыпаю я туда наполнителя или глины столько, чтобы после разбухания у меня получилась сметанообразная масса. Вот такой вот густоты, как густая сметана. Для того, чтобы частички глины взяли в себя вот эту вот жидкость всю, и бактерии поселились на глинистых частицах. Глинистые частицы являются естественным местом обитания почвенных бактерий. Они очень любят селиться туда, в пористые материалы очень любят селиться. И поэтому вот приготовление такой болтушки в виде болтушки использования препарата позволит вам в полной мере обеспечить очень длительную защиту от болезней и всевозможных атак патогенных грибков и бактерий на ваши растения. Вот такая вот получается болтушка. Дальнейшая технология очень проста. Вы просто обмакиваете ваши луковички и осуществляете их посадку так, как вы это традиционно делаете. Бактерии здесь окружат эту луковичку полной такой плотной массой и будут сохраняться очень-очень долго. Ни мороз, ни какие-то оттепели, ни дождь, ничего им будет не страшно. Они здесь уже поселились очень-очень надолго. И вот такой вот способ является весьма эффективным для всех луковичных растений. Вы можете забросить туда все свои луковицы полностью и перемазать их в каком-нибудь тазу, например. Или же вы можете по одной, вот как я, туда обмакивать и сразу же высаживать в гряды. Выдержать эти луковицы можно в течение суток. Ну, например, если вы в таз вывалили все это, обмазали как следует этой болтушкой глиняной с препаратом, можете на сутки оставить и на завтра осуществить посадку. Можете даже на двое. Но не очень долго, потому что, как правило, особенно если это стимулирующие препараты, то в этом случае, конечно же, луковица начнет прорастать здесь достаточно быстро, особенно если будет оставлено в теплом помещении. А отрастающие корешки очень хрупкие у большинства луковичных растений и могут легко повредиться. Вот что ж, я надеюсь, что этот простой и очень доступный метод предпосадочной подготовки луковиц поможет вам получить и богатый урожай пищевых луковичных растений и отличные результаты в отношении цветочных растений без болезней и без каких-то проблем, которые родятся из почвы, из инфекции, которая сохраняется в почве или на самих луковицах. На этом я прощаюсь с вами. Желаю вам здоровья, успеха и большого удовольствия от садоводства и огородничества. До встречи!